Девочка-пай Как ты смотришь на свое будущее? Каким ты видишь свое будущее? Многие боятся, потому что они открыты, открыты для страха, слушают плохие новости, смотрят на страшные вещи, а твои глаза и твои уши — это двери, двери в твое сердце. Поэтому, если ты много смотришь на неправильные вещи, в конечном итоге ты ими наполнишься. Когда ты ими наполнишься, ты начнешь так думать, ты начнешь так говорить, и ты начнешь так поступать. Библия говорит, нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Что же гонит нечестивого человека? Страх. Многие из нас обеспокоены своим будущим. Что завтра будем есть? Что будем пить? Во что будем одеваться? Как будут жить наши дети? Где они будут учиться? Что будет с нашей церковью? Будет ли у нас когда-нибудь свое здание? Будет ли нас много? Разные мысли приходят. И страх. Если ты включаешь сегодня телевизор, чтобы посмотреть новости, нет хороших новостей. Сегодня не показывают, как человек пашет поле, сейт пшеницу, растит детей. Сегодня не показывают, что человек изобрел какое-то новое изобретение, которое облегчает жизнь огромного количества людей. Что сегодня показывают? Сегодня показывают теракты. Сегодня показывают кровь. Убийство. Воровство. И вот ты пытаешься смотреть все это. Такое ощущение, как будто бы в стране ничего хорошего не происходит. И я так благодарен Богу. Что Евангелие это радостная новость. Это не трагичная новость. И не страшная новость. Но это радостная весть. Бог пришел в наш мир. Иисус стал, как мы. Разрушить дела сатаны. Лишить смерть. Лишить смерть. Ее силы. Оделся в тело человека. Стал похожим на меня. На тебя. И мы видели его, говорит автор. Мы трогали его. Слово. Которое пришло с неба. Слово, которое стало плотью. Обитало с нами. Было посреди нас. Аминь. Скажи аминь на это. Скажи слава Господу. Скажи Евангелие. Это радостная весть. Поверни своему соседу. Все, все, все. Улыбнись ему, пожалуйста. Просто улыбнись. Подари улыбку. Нехищный аскал. Незлобный взгляд. Аминь. Милость. Любовь. Только не так. Так не надо. Хорошо? Не так поймут. Улыбнись просто кому-то. Скажи. Я верующий. И ты верующий. Что это значит? У нас есть будущность. У нас есть надежда. Аминь. У меня точно есть надежда. Я пережил уже некоторых, которые были злобны по отношению ко мне. Вредили церкви. А я их пережил. Их уже нет. А я есть. И церковь есть. Повернись своему соседу, скажи. Мы переживем всех врагов. Всех, кто нас ненавидит. Мы их благословляем, но мы их переживем. Слава Богу! И я хочу назвать небольшое слово, которое сегодня просто буду говорить. Это твоя последняя ночь. Это твоя последняя ночь. Такая радостная весть. Вот когда я вам это сказал, твоя последняя ночь, о чем вы подумали? Не уйдетесь, да? А? Все так подумали? Это точно моя последняя ночь. Откройте, пожалуйста, со мной. Исаия, 55-я глава. Исаия, Елюбесен Штарал. Вашу последнюю ночь. 11 стих 55 главы. Я с вами. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне четным. но исполняет то, что мне угодно. И совершает то, для чего я его послал. Кто из вас имеет слово от Бога? Что значит иметь слово от Бога? Ты читаешь Библию. Находишь замечательное обетование. В твоем сердце что-то происходит. Ты говоришь, это так здорово. Я беру это. Это слово от Бога. Бог говорит тебе. Обетование, которое он дает тебе. Ты помнишь его. Пронишь это слово. Молишься на основании этого слова. И благодаришь Бога. Как долго? Не знаю. Бог знает. Но очень важно, чтобы ты продолжал это делать. Что делать? Помнить это слово. Благодарить за него Бога. Провозглашать его, исповедовать его. Как долго? Не знаю. Бог знает. Но что мы должны знать? Мы должны знать, что если это слово есть в твоем сердце, оно не находится там бездейственным. Даже если ты не видишь, не чувствуешь, и думаешь, что ты придумал это. Может быть, сам себе. А Бог говорит, я послал это слово. И когда я послал это слово, маленькая фраза, какая-то фраза из Писания, но она так захватила твое сердце. Так понравилось. Ты просто говоришь, да, Господь, пусть это будет так. Слава Богу. Бог говорит, это маленькое слово, оно производит что-то. Даже если ты ничего не видишь, на данный момент, оно что-то производит. Другими словами, оно находится в действии. Оно что-то совершает. Что совершает? Оно совершает то, что Богу угодно. А ты ничего не видишь. Там так хорошо сказано, а в твоей жизни все так плохо. Там такое потрясающее обетование, но вот уже 10 лет ничего не меняется. Значит ли это, что Бог ничего не делает? Нет. Писание говорит, оно производит. Другими словами, я послал, оно ко мне не вернется четным. Мое слово не пустое, говорит Господь. Оно обязательно что-то производит. И в конце концов, оно обязательно сделает то, для чего Бог его послал. Скажи аминь на это. Самое большое искушение во всем этом, это то, что ты думаешь, что слишком долго ничего не происходит. А Бог так не думает. Аллилуйя. То, что мы можем здесь увидеть, ты ничего не видишь, а оно производит что-то. Ты ничего не чувствуешь, не ощущаешь, все не меняется вот уже сколько лет, но это не значит, что слово ничего не делает. Оно обязательно что-то делает. Скажи аминь на это. Поймите, Бог делает то, о чем говорит обетование. Сколько бы тебе не было лет, неважно, сколько бы ты не хранил это слово, уже сам тот факт, что ты его хранишь, ты его помнишь, оно постоянно дает о себе знать. В твоей памяти, в твоем сердце, ты должен понимать, что все эти вещи происходят именно из-за того, что это Божье слово. Что в самой природе человека нет способности так долго хранить чьи-то слова. Если ты помнишь это слово, если оно в твоем сердце, каждый раз, когда ты молишься или поклоняешься, оно всплывает в твоей памяти, оно исходит из твоих уст, провозглашается, и ты исповедуешь его, это уже первый признак того, что за всем этим стоит Бог. Аминь. Был человек, его звали Иосиф, он получил слово от Бога. У него не было Библии, какая есть у тебя? В твоей Библии более трех тысяч обетований. Более трех тысяч раз Бог сказал, я сделаю это. Тот, чье имя верный, обещал тебе, тому, кто живет на даче, в третьем микрорайоне, тем более тому, кто живет в седьмом микрорайоне, в шестнадцатом доме, в восемьдесят первой квартире. Бог обещал, что более трех тысяч раз здоровье, мудрость, защиту над детьми, успех во всяком деле, обещал тебе. И ты можешь взять свою толстую Библию, найти одно из этих трех тысяч обетований, и сказать, да, это мое, это для меня. Запомнить это и хранить. У Иосифа не было такой толстой Библии. Вообще Библии не было. У него было два сна. Скажи со мной, два сна? Аллилуйя! Так и охота сказать что-то про сны. Если хочешь видеть сны от Бога, читай Библию. В первую очередь. Потому что сны бывают разные. Скажи аминь на это. И не каждому сну верьте. Итак, Иосиф два сна Бог сказал, как будет. И его продали. Родные братья. Сначала хотели убить. Хорошие такие братья. Родные. Сидят, думают, давай убьем его. Да, убьем, что толку не было. Давай лучше продадим. Бизнес. Представляешь, если ты таких братьев имеешь. Ты очень спокойно себя будешь чувствовать с такими братьями. Они его продали. Сначала Бог сказал слово. Скажите, это хорошее было слово или нет? Его будущее. В этих снах он будет поднят. Бог благословит его. Он получил слово от Бога. А на следующий день его братья его продали. И он ушел в Египет. В Египте он был рабом. Его оклеветали. Посадили в тюрьму. Хорошая жизнь. Настоящая жизнь верующего человека. Годы ушли. Годы ушли. Көм жылдар кетті. И вот. Енді мінеки. Очередная ночь. Кадымгы түн. И все, что есть в жизни Иосифа. Жысыптың обырын дегі. Несправедливость. Адлетсіздер. Забвение. Одинночество. Жалғыздығы. Тюрьма. Тюрмеса. Боли. Страхи. Корхынышы рюе жаралы жюрегы. И, наверное, Иосиф думает. Жысып болятн шарелді. Те два сна. Который я до сих пор помню. Может быть. Я сам себе все это придумал. Слишком хороши и тесны. Слишком ужасна моя реальність. И вот. Он ложится спать. Как и тысячи ночей до этого. В своей вонючей темнице. Среди грязи. Ужасных людей. Ужасных запахов. Истер жаман болып жатырған. Его реальність. Он ложится спать. Ихтап жатырған сол. И ничего не знает. Что уже утром. Он будет поднят так высоко. Как он даже не мог себе представить. И что эта ночь в тюрьме. Это последняя ночь. В тюрьме. В тюрьме. Ты даже не знаешь. Что может принести тебе день завтрашний. Ты даже не знаешь. Что может быть. Сегодня, когда ты ляжешь спать. Со всеми своими болями и проблемами. Завтра может все это закончиться. И Бог откроет тебе то. Что обещал тебе. Мы перестали ожидать чудес от Бога. Мы перестали уповать на некоторый сверхъестественный, божественный элемент в нашей жизни. Мы так зациклились на своих способностях, возможностях справиться с нашей жизнью, справиться с нашими обстоятельствами. Что мы даже в своем разуме не даем места Божьему вмешательству, что Он когда-то это обещал и собирается это исполнить. Иосиф ложится в своей тюремной одежде, как тысячи ночей до этого. Ничего необычного, никакого знака, никакого переживания, ничего не предвещает, что произойдет в его жизни завтра, утром. Что эта ночь в тюрьме, это его последняя ночь в тюрьме. И я сегодня хочу пророчествовать вам, что ночь закончилась. Я хочу провозглашать это с первой. Это темная ночь. Это последняя ночь. И ты даже не знаешь, что будет завтра. И как Бог завтра явит свою славу. Что я имею в виду? Это когда долгий период твоей жизни ничего не меняется. Долгий период своей жизни все так тяжело, непонятно. И ты спрашиваешь, где же Бог во всем этом? А как же эти слова и обетования? Слишком все тяжелое, слишком все однообразное. А мне уже 45. Или 54. Когда Бог собирается делать мне благо, думаешь ты? Мы так говорим и думаем, потому что не даем место Божьему сверхъестественному вмешательству. Видите ли? Мы ведь с вами необычные люди. Снаружи мы обычные. Но внутри мы рождены от Бога. Сверхъестественно. И это значит, что Бог всегда оставляет за собой право в правильное время, в нужное время, в твоей жизни вмешаться и закончить эту ночь и дать тебе новый день. И в этом новом дне Он будет благословлять, оберегать вести, защищать так, как Ему угодно. Вы понимаете, о чем я говорю? Дай Богу место в своем сердце, чтобы Он мешался. Пусть это упование и надежда на Него сегодня у тебя сохранится. потому что ты не знаешь. Возможно, это твоя последняя ночь в таком качестве, в таком положении, среди таких обстоятельств. и завтра Божьи слуги придут, Ангелы Господни, чтобы служить. Возьмут тебя оттуда, где ты есть, приведут тебя в дом царя, возложат на твою голову власть, силу, а будут тебя не так, как этот мир обувь. В обувь, благовествовать мир, утвердят, благословлят, и твоя жизнь изменится. Не говорите, пастор, ты зря нас обнадеживаешь. Нет. Он сделал это с Иосифом. Он сделал это со своим сыном Иисусом Христом, воскресив его в третий день. И ночь в Гефсимане не навсегда. Это всего лишь ночь. А утро третьего дня Он восстал из мертвых. И Он воскрес. Бог победил. Аминь. Давайте встанем. Аяк мыска турай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok